Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Объекты торговли и сферы обслуживания вновь в центре внимания. Как соблюдаются антиковидные меры? Мобильные группы выехали на рейд. Добудет свет. Россети Северный Кавказ развивают сетевую инфраструктуру. Вархиза электричества на курорте будет бесперебойным. Он внес огромный вклад в изучение истории народов Кавказа. В Черкесске прошла международная научная конференция, посвященная 125-летию со дня рождения Анатолия Генка. Новое футбольное поле и варкаут-площадка в Хабецком районе реализует грантовые проекты «Единой России». Глава Карачаева Черкесия Рашид Тимрезов выразил соболезнования родным и близким погибших горняков в шахте Листвяжно-Кемеровской области, где произошла страшная трагедия. Это невосполнимая утрата. Сил вам и мужество перенести это горе. Всем пострадавшим скорейшего выздоровления говорится в обращении главы республики. Сегодня в Черкесске прошел рейд по проверке объектов торговли и сферы обслуживания на предмет соблюдения антиковидных ограничений. В состав мобильных групп входят сотрудники городской администрации, управление распотребнадзора и полицейский. Какие выявлены нарушения, расскажет Мурат Жанкёзов. Участковый полномочий на хуре Мурат Жанкёзович. У нас межведомственная группа. Мы занимаемся проверкой торговых точек по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Давайте пройдем, где у вас документация. Массовые проверки на предмет соблюдения антиковидных мер в республике проходят на регулярной и постоянной основе. Теперь инспекторы проверяют не только наличие масок и антисептиков, но и наличие необходимого запаса дезинфицирующих средств и их сертификаты. Если будет обнаружено, что работодатель не соблюдает рекомендации Роспотребнадзора, грозит штраф до полумиллиона рублей или приостановка деятельности до 90 суток. По сравнению с тем, что было до, сейчас уже никаких нарушений особо нет. Потому что люди уже сами понимают, насколько это все опасно, насколько это все небезопасно. Уже начинают и масочки носить, на улице маски носят, и в магазинах стараются маски носить. Но чаще встречаются, естественно, вот в таких магазинах. Люди заходят без маски. Но, как ранее говорилось, с предыдущими проверками, с каждым разом, с каждой неделей, так скажем, то ситуация становится все лучше и лучше. Объектами проверок чаще всего становятся предприятия розничной торговли, обрабатывающего производство и общепита. Проверки стоит ожидать также транспортным компаниям, медицинским и другим организациям. Наша руководство нам дало, как говорится, все условия для того, чтобы мы поддержали в целом сохранности наших сотрудников и приготовились к этой ситуации сложные. Соблюдение масочного режима, чтобы были масочки, чтобы помещение обрабатывалось 4 раза в день. Температуру меряли сотрудникам тоже утром и вечером мы меряем перед уходами, перед тем, как зашли. Какие же нарушения ищут проверяющие? Первое – это измеряют ли температуру у сотрудников каждые 4 часа в течение рабочего дня и вносятся ли данные в журнал термометрии. Наличие антисептиков и сертификатов к ним. Наличие как минимум 5-дневного запаса масок и перчаток для сотрудников. Наличие приборов для обеззараживания воздуха в местах, где постоянно находятся люди. Проведение уборки с дезинфекцией. Обеспечение социального дистанцирования. Всех граждан, всех предпринимателей, всех работников во всех сферах призываем каждого человека, пожалуйста, следите за своим здоровьем, не нарушайте режим самоизоляции, больными не выходите на улицы, не гуляйте, не распространяйте COVID-19. Носите, пожалуйста, маски, перчатки для вашей же безопасности и для безопасности ваших родных и близких. Более подробную информацию об изменениях антиковидного законодательства можно найти на сайте Роспотребнадзора. Здесь можно пройти любую проверку и узнать, как без рисков снизить расходы бизнеса. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 29 679 человек. Из них 25 595 выздоровели, 845 человек госпитализированы. Россети Северный Кавказ развивает сетевую инфраструктуру курорта Архиз. В общей сложности с начала года к сетям филиала Карачаево-Черкес-Энерго в зоне ответственности Зеленчугские районных электросетей, куда входит и курорт Архиз, подключено 294 новых потребителя. Из них около 70% приходится на Архиз, где численность постоянного населения составляет всего чуть более 500 человек. Такое количество новых объектов в курортном поселке объясняется стремительным развитием указанной туристической зоны республики. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем в горах местами небольшой мокрый снег, ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 2-7 в горах до 12 градусов мороза, а днем плюс 4-9 и местами минус 2-3. В Черкесске без существенных осадков, ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 4-6, а днем 6-8 градусов выше нуля. Огромный выбор меховых новинок, скидки до 50% и другие выгодные предложения. Это где все это? На выставке «Меховые традиции». 25 ноября. Карачаевск. Дворец спорта «Олимп». 26 и 27 ноября. Черкесск. ЦРП. Продолжаем выпуск. Он внес огромный вклад в изучение истории народов Кавказа. Сегодня в Черкесске прошла международная научная конференция, посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося филолога и этнографа современности Анатолия Генка. В мероприятии приняли участие ученые из разных регионов России, Абхазии и Турции. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Он прекрасно знал множество языков народов Кавказа и прилагал огромные усилия в изучении истории и национального фольклора. Анатолий Генка внес весомый вклад в изучение национальной истории абазин и абхазов. Международная научная конференция была организована Качагу имени Умара Алиева, автономно-некоммерческой организации «Алашара» и Музеем антропологии и этнографии Российской Академии Наук. Такая площадка – прекрасная возможность ученым дать объективную оценку деятельности известного российского ученого. Отрадно отметить, что важную роль в этом сыграла научная программа международного объединения «Алашара», в рамках которой известные ученые, доктора филогических наук. Перу истории КАИ этнограф Анатолий Генка принадлежат глубокие исследования по многим языкам народов Кавказа. Он является автором первого в истории лингвистического кавказоведения монографического исследования по абазинскому языку. Собравшись, отмечает, что такие мероприятия позволят возродить научное наследие этого выдающегося ученого. В полевых условиях собран богатейший фольклорно-диалектологический материал, который сегодня имеет непреходящее значение в истории изучения вопросов становления и развития языков народов Кавказа. И, наконец, он автор первого в истории лингвистического кавказоведческого монографического исследования по абазинскому языку. Возрождение доброго имени удающегося ученого современности – наша обязанность. Несмотря на то, что у него была печальная судьба, Анатолий Генка сохранил множество фольклорных и этнографических трудов, которые сегодня нашим ученым необходимо тщательно изучать. И сегодня такие труды особенно ценны в плане сохранения родных языков и национальной культуры, отметили участники конференции. Таких людей единицы, как Генка. Это великий ученый, тяжелая судьба. Человек, владеющий 30 языками – это гений, который должен быть в памяти и подрастающих поколений. И это очень важно, что мы проводим сегодня такую конференцию. Сегодня труды крупнейшего исследователя обретают новую жизнь. Организаторы конференции подчеркнули, что известные ученые, доктора филологических наук Зураб Джапуа и Петр Чкалов подготовили и издали книгу «Абазинские материалы» Анатолия Генка. В данном научном труде собраны документы, найденные в государственных архивах. Я хотел бы выразить просто человеческое спасибо, человеческую благодарность Мусе Хабаревичу и Кзекову. Я очень хорошо знаю все его регалии, но не буду называть, потому что вы его очень хорошо знаете. Благодаря этому человеку, усилиям его понимания проблем науки, проблем культуры, нашей духовности, вышли. Он сам говорил об этих книгах. Вот я буду говорить в своем докладе о них. Вот эти книги по Абазинам, по Кавказу вообще. Завершением научной конференции станет открытие памятника Анатолию Генка в селе Красный Восток. Алихан Лепшоков, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия. Новое футбольное поле и воркаут-площадка в Хабесском районе реализуют грантовые проекты «Единой России». Посмотреть за ходом работы решил руководитель регионального исполкома партии Руслан Джамбаев. Их воплощение оценила и Фатима Даурова. Реализация социально значимых проектов первичного отделения партии «Единая Россия» в Хабесском районе продолжается. Выиграв конкурс на получение средств гранта Центрального исполкома партии, «Единоросы» района получили поддержку своим идеям. Определили два населенных пункта, в которых должны были воплотиться в реальность задуманные проекты. Таким образом, в Беслинее появилась новая воркаут-площадка. Местные жители выбрали именно этот проект. Получилось так, что два местных отделения партии, это Хабесское местное отделение и Урупское, обратились с проектами своими. Эти проекты прошли по конкурсу, требования были достаточно жесткие, но получилось так, что в республике реализовывается у нас три проекта. Это в Беслинее воркаут-площадка, в самом Хабесе это футбольное поле и в Преградной тоже футбольное поле. Для республики это достаточно такие хорошие, значимые объекты. Почему? Потому что они реализуются вне федеральных программ, а именно по программе Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Монтажи и установка уже завершены. На данный момент осталось только уложить наземные покрытия. И потом фитнес-площадкой можно будет пользоваться в любое время года. Уличные тренажеры предназначены для широкого круга физкультурников. Мы можем сказать, что достаточно много обращений поступило именно касаемо таких объектов, которые были бы доступны для всех жителей, именно в сельской местности. Почему? Потому что сейчас по тем темпам, которые республика набрала, очень много спортивных объектов строится именно в городах, районных центрах. Но вот такие, допустим, населенные пункты, они пока, например, стоят в очереди. Поэтому если мы можем сегодня реализовать эти просьбы жителей именно через программы партии, то мы обязательно это будем делать и в дальнейшем. В районном центре также завершаются работы по установке нового футбольного поля. Самое трудное уже позади. Залили фундамент для ограждения по периметру поля. Котлован заполнили 75-сантиметровым дренажным материалом. Туда будет стекать дождевая вода, а покрытие оставаться сухим. Появление профессионального футбольного поля здесь ждали давно. Из-за отсутствия тренировочной базы футболистам приходилось заниматься на школьном стадионе. И тем не менее, это не помешало детско-юношеской футбольной команде «Нарт» не раз становиться победителями футбольных чемпионатов всероссийского уровня. Победы, да, и без поля старались есть, и дети поднимали на таком участке в школе то, что мы занимались. Успехов добивались, успехи были. Я думаю, очень надеюсь, что подрастающее маленькое поколение, которое сейчас будет приходить сюда, уже здесь начнет тренировки, у них будут еще более улучшенные результаты. Ну, это очень будет толчком хорошим для развития детей. И родители захотят уже, они будут приходить, увидят материальную базу, которая у нас уже есть красивую, и они будут с удовольствием приводить своих детей. Есть специальные параметры по технологии, которых нужно придерживаться, чтобы увеличить срок эксплуатации поля. Искусственные газоны для футбольных полей уже давно подтвердили свою практичность. Но для того, чтобы синтетическое покрытие полностью соответствовало заявленным качествам, его нужно уложить своевременно и профессионально. Мастера ждут, когда погодные условия станут лучше, и они смогут приступить к последнему этапу работ. Фатима Дорова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабиевский район. Это все Вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение фильма «Стенограмма судьбы». Редактор субтитров А.Семкин